Какой он? Настоящий крутой руководитель, руководитель мечты. И в этом видео я вам расскажу о пяти признаках, которые с моей точки зрения говорят о том, что руководитель действительно классно справляется со своей работой. Первый признак – это вдохновленная команда, это люди, которые работают с энтузиазмом, можно сказать, это эмоциональное состояние сотрудников, членов команды. Это абсолютно нормально, ведь люди идут за лидером, обычно за лидером, который умеет вдохновлять. Сильнее всего вдохновляет, естественно, тот человек, который сам горит работой, ему нравится то, что он делает, ему нравится этот бизнес, ему нравится то, чем занимается подразделение, это человек, у которого есть какие-то цели обычно. И вот это вот само состояние, эмоциональное состояние руководителя, оно на самом деле людей заряжает, подкупает. Это хороший пример. Подчиненные вдохновляются и этим человеком, и его отношениями, и его целями, и он таким образом свое видение, свои цели своим подчиненным транслирует. Почему вот эта эмоциональная составляющая настолько важна? Ну, потому что люди, понимаете, люди – это не роботы, потому что эмоции – это то, что дает энергию, эмоции – это то, что дает жизнь. Вдохновение – это то, что создает творчество, создает вот эту способность что-то креативить, преодолевать трудности и так далее, такой командный дух. Поэтому, если вы видите руководителя, у которого сотрудники такие ни рыба, ни мясо, они такие приуныли, им скучно, им неинтересно, там нет никаких вот этих эмоций, связанных с энергией, то можно сказать, что человек, который ими управляет, он не дотягивает как руководитель. Да, при этом, возможно, он не самый плохой руководитель. Возможно, он умный, заботливый, он умеет организовывать. Но если вот этой эмоции нет, то он все равно не дотягивает. Не дотягивает в том смысле, что он от этих людей мог бы получить намного больше результатов и намного больше достижений для своего подразделения или компании. Второй признак – это самостоятельность сотрудников. Что такое самостоятельность? Это тогда, когда мы называем это еще самоходностью, в обиходе между нами, не для Ютуба, естественно. То есть самоходные сотрудники – это те, кому не нужен микроменеджмент, кому не нужно много внимания со стороны руководителя, кому, грубо говоря, не надо ножки переставлять. Вот такие самостоятельные сотрудники – это те, кто способен себе ставить цели, способен планировать и работают над получением результатов и над улучшением этих результатов. Вспомним намеченные в прошлый раз цели. Ладно. А как насчет новой цели? И талантливые руководители, они умеют создавать такую атмосферу. Они умеют правильно делегировать обязанности, то есть передавать какую-то работу своим подчиненным. Они умеют избавляться от рутинных процессов, передавать их своей команде, передавать подчиненным. И они умеют организовать все так, чтобы не надо было каждый шаг своего подчиненного контролировать. И, естественно, бывает такое, что сотрудник, которому что-то делегировали, он думает не в том направлении, да, или он создает не самые лучшие решения, ошибается. Хороший руководитель – это не тот, кто в этот момент говорит там «посторонись-ка сынку» и сам ввязывается в дело. Хороший руководитель, который видит это, он видит, что это решение неоптимальное, что есть какие-то ошибки, но он работает не с работой подчиненного, он работает с подчиненным, чтобы сделать так, чтобы он не совершал эти ошибки, он мог сам находить правильные решения. И такие руководители обычно, когда они ставят задачу подчиненным, они дают им некоторую свободу выбора, они дают ему некоторое пространство для выбора, а также они дают им еще определенный кредит на ошибки. Потому что, ну, вы понимаете, когда ты делаешь впервые работу, когда ты осваиваешь что-то новое, ты совершаешь ошибки. Это абсолютно нормально. Они могут быть разного масштаба, но ты их совершаешь, у тебя нет еще опыта, у тебя нет еще уверенности в своей компетентности, в своих знаниях и так далее. И для того, чтобы люди принимали работу, становились ответственными, нужно давать им право ошибаться в определенном естественном диапазоне. Ну, а если вы хотите для себя разобраться, а как же вот это делать, как же все-таки передавать это подчиненным, чтобы они не факапили, и при этом с одной стороны управлять, с другой стороны не погружаться в микроменеджменты, не делать за них их работу, ну, для этого вам нужно, конечно, понять, с помощью каких инструментов руководителя это надо делать. Ну, и подробно об этих инструментах я расскажу на бесплатном мастер-классе «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса». Регистрируйтесь по ссылке в описании. Третий признак. Сотрудники проявляют инициативу. То есть они выходят с предложениями, они предлагают, они говорят, давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот то, давайте у меня возникла классная идея и так далее, и так далее. Но если вы опытный предприниматель, вы знаете, что не все классные идеи, они на самом деле классные. Некоторые из этих идей, они выглядят привлекательно, но они ужасные, разрушительные и так далее. То есть, другими словами, сотрудники проявляют инициативу, но не всегда они приносят крутые решения. Но когда они проявляют инициативу, это уже классно. Это значит, что у них вот есть это собственное побуждение. У плохого руководителя такого не происходит. Большинство людей, они руководствуются такой идеей, что лучше сидеть тише воды, неже травы, не высовываться. А если у тебя нет полной уверенности в том, что твоя идея правильная, лучше рот вообще не раскрывать, а то засмеют и все такое. Почему так происходит? Потому что мы с вами воспитаны в прекрасном обществе, в котором людей обычно с детства за ошибки наказывают. Ты совершаешь ошибки в школе, тебя ставят двойки, вызывают родителей, выгоняют и так далее. Меня лично выгоняли два раза из школы. А то же самое в высшем учебном заведении. Ты совершил ошибку, ты не сдал экзамен, ну что ж, тебя отчисляют и так далее. К счастью, мне удалось этого избежать. А потом мы идем работать, и там за ошибки штрафуют и все такое. И все это связано с болезненными эмоциями. То есть когда мы сталкиваемся с какой-то такой проблемой, совершаем ошибку, нас общество или окружающие наказывает, это вызывает определенную боль, нежелание совершать ошибки. И, знаете, тренирует в людях такую осторожность. Лучше не раскрывай рот, а то ошибешься, и тебе потом дадут по башке. Что-то в этом роде. Наказание, наказание, наказание. А когда уже все потеряно, любовь. И для того, чтобы люди проявляли инициативу, надо как-то вот эту историю реабилитировать. Как мы это реабилитируем? Ну, здесь все очень просто. Опытный, умный руководитель знает, что сотрудники любят приносить проблемы на стол руководителю. Это их любимый вид спорта, приключения. Причем здесь нет сезонов, они делают это круглый год. То есть как только у сотрудника возникает какая-то проблема в работе или какой-то барьер, он с удовольствием делится этим с руководителем, приносит, вываливает. Причины здесь две. То есть первое, потому что вот есть этот механизм, связанный с боязнью совершить ошибки. А вторая причина, некоторые сотрудники настолько этим увлеклись, что они прям используют это для того, чтобы просто не работать. Ну, ты работал, 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 бах, у тебя возникла проблема, ты ее бросил на стол руководителю, он загружен, когда он еще до нее доберется, непонятно, а ты в это время можешь сидеть, курить, пить кофе и так далее, валять дурака, потому что как бы непонятно, что делать, что-то в этом роде. То есть здесь есть разные механизмы. Как от этого опытный руководитель избавляется? Он требует, чтобы любая проблема, любая сложность, с которой обратился к нему сотрудник, подчиненный, приносилась сразу в комплекте с решением. Окей, ты принес эту проблему, у нас там есть недовольный клиент, он требует то-то и то-то. Твое предложение. И умный руководитель, он таким образом тренирует подчиненных вырабатывать решение. Это очень простое правило на самом деле. А если это решение не самое лучшее в мире, ну что ж, подскажи сотруднику, на что он еще должен посмотреть. Не дай ему решение готовое, а просто покажи ему, а что он не понял, что он в расчет-то не взял. Если он предлагает отдать, как говорится, чтобы недовольный клиент отдать все бесплатно, ну задай ему вопрос, а что, а если остальные потребуют клиенты, мы тоже будем отдавать бесплатно. А если мы отдадим бесплатно, из каких фондов мы будем компенсировать стоимость этого бесплатного? То есть, а как мы потом будем платить зарплату? Ты просто даешь ему дополнительные данные, на которые он должен посмотреть, и возможно он будет находить лучшие решения. Все лучше и лучше. Это требует времени, это требует терпения, ты разбираешь с ними их ошибки и так далее. И постепенно ты действительно выращиваешь такую команду, у которой есть инициатива, настоящая инициатива. Четвертый признак крутого руководителя, это всегда ясная, точная, прозрачная система вознаграждения. Когда люди получают свое вознаграждение, свои деньги, неважно там кэш, они получают на счет, у них не возникает никогда вопроса, а почему это столько? А почему это не столько? А почему у Пети столько, у меня столько? Вот у них этого вопроса не возникает. То есть, у них есть точное, ясное понимание, почему они получили именно эту сумму, именно в этот момент. Понимаете? Это прозрачная система. И при этом, конечно же, никого в компании, в коллективе не награждают и никому не дают деньги просто за то, что он друг, родственник, владельца компании, либо просто потому, что у руководителя было классное настроение, либо потому, что он рядом постоял где-то в правильном месте. А такое происходит постоянно. Я недавно видел, вот просто на прошлой неделе я видел такой случай, медицинская клиника, здесь у нас неподалеку, в Штатах. Владелец клиники объявил конкурс среди своих сотрудников и сказал, ребята, давайте сделаем 50 отзывов за месяц. Я пробонусирую 10 долларов за отзыв, имеется в виду отзывы настоящих клиентов, там всяких в социальных сетях и так далее. И все говорят, да, да, давайте сделаем. Проходит месяц из 50 отзывов, они сделали 50 отзывов, 15 отзывов сделал один сотрудник, а соответственно 35 отзывов сделали все остальные сотрудники. Руководитель проводит значит собрание, говорит, молодцы, мы сделали 50 отзывов, как и обещал, 10 долларов за каждый отзыв, отзывы того 500 долларов и раздает каждому по 50 долларов. То есть кто-то из них получает деньги 50 долларов ни за что, а человек, который сделал 15 отзывов, он тоже получает 50 долларов. Просто вот это пример идиотской системы вознаграждения. Что получит этот владелец бизнеса? Ну, он получит, он поощрил тех, кто не принес ни одного отзыва, то есть они будут продолжать делать то же самое, то есть они не будут приносить никакие отзывы. И он наказал того, кто сделал 15 отзывов, потому что тот получил 50 баксов, что явно несправедливо, теперь у него в душе чувство несправедливости, и навряд ли он теперь будет отзывы получать вообще. Абсолютно глупая ошибка. Вознаграждение должно зависеть от результата. Если вознаграждение напрямую не зависит от результата, и эта связь между результатом и вознаграждением непрозрачна, то для людей, понимаете, это будет проблемой, для людей это будет постоянное ощущение несправедливости, для людей будет это ощущение того, что как ты не работай, пофиг на самом деле, получишь как все, или как будет настроение у руководителя, так, может быть, лучше поработать над тем, чтобы у руководителя было хорошее настроение, повеселить его, больше с ним общаться и так далее, вместо того, чтобы делать свою работу. И у людей возникает такая вот идея. Как бы я ни работал, оплата будет одинаковая. Так, ну, какой смысл напрягаться? В идеале соотношение должно быть, ну, такое, да. Например, там, 50% зарплаты или вознаграждение — это оклад. 40% — это бонус, который зависит от количества результатов. Много сделал, соответственно, больше бонус. Ну, и 10% — это вознаграждение, это бонус, который зависит от результатов работы всей команды. Если бы мы говорили об этих отзывах, то, скорее всего, это было бы где-то вот в этой области, да, то есть этот бонус бы зависел от результатов, и это было бы нормально. А какой-то небольшой бонус бы зависел от результатов работы всей команды. И тогда эта система бы работала при условии, что она прозрачная, при условии, что все знают правила игры до того, как они начали получать деньги. Пятый признак — это постоянный рост талантливых сотрудников. Что это значит? Это значит, что амбициозные, способные, талантливые люди хотят приходить в эту команду, и когда они приходят, они понимают, что у них есть возможность роста. Меня надо повысить! Да! Да! Погодите, серьезно? Да! Да! Вы обращали внимание, как много людей готовы даже пожертвовать какой-то зарплатой сегодня и какими-то условиями сегодня для того, чтобы сделать быстро карьеру? Ну, потому что все прекрасно понимают, когда ты пришел на какую-то базовую, начальную позицию, ну, не будет у тебя высокой какой-то зарплаты, не будет высоких бонусов. Это нормально абсолютно. Ты должен проложить себе дорогу. И наиболее амбициозные люди, они совершенно не возражают против того, чтобы прокладывать себе дорогу, действительно, приложить для этого усилия. И хороший руководитель уже на этапе найма сотрудника выясняет его амбиции и уже на этапе найма продумывает его карьерный путь. Это абсолютно нормально. Мы буквально на прошлой неделе нанимали бездевов, нанимали бездевов в один из наших новых перспективных проектов. Мы с партнером тут же, прямо в процессе найма. Он еще даже на испытательный срок не вышел, мы уже обсудили его карьеру потенциальную. Мы обсудили, какая у него может быть следующая должность, при каких условиях, следующая должность, следующая и так далее. В какой момент он может стать партнером, при каких условиях. Это не значит, что он станет. Это не значит, что он даже первый шаг успешно или второй шаг успешно сделает. Но мы уже об этом думаем, у нас уже есть этот путь. Поэтому хороший руководитель, на самом деле, он сразу смотрит на таланты, сильные и слабые стороны этого человека и сразу продумывает его будущую карьеру. И об этом рассказывает сотрудник, вдохновляет его этим, не давая никаких гарантий. Потому что, чтобы сделать карьеру, ты должен сделать шаги, для этого нужны результаты и так далее. Но у тебя, у самого как руководителя, в голове это уже есть. И здесь важный момент такой. Вот это то, что я часто видел в компаниях, особенно в больших компаниях, как наши. Когда руководители, да, они стараются нанимать талантливых людей, способных людей, но они стараются их удерживать внутри своего подразделения. Ну, понятно, что это ценно. Да, ты в него душу вложил, ты его научил, ты его нанял, ты его нашел, все хорошо. И поэтому ты стараешься это сокровище оставить для себя. Но, если ты при этом депрессируешь его потенциальную карьеру, ну, негде ему больше расти в твоем подразделении, то ты не очень хороший руководитель, потому что ты теряешь хороших, способных, талантливых людей. Поэтому хороший руководитель, он простраивает карьерную лестницу своего подчиненного, даже если эта карьера, она выходит за рамки подразделения, и он должен будет это подразделение покинуть. Потому что, по крайней мере, на тот период, когда он будет с тобой в твоей команде, ты от него получишь максимум. А это круто. Субтитры создавал DimaTorzok